Сегодня здесь собрались инвестора и рабочая группа двух жилищных комплексов. Это родинный затишок и житловой комплекс «Флагман». На этой встрече присутствует рабочая группа инвестора, председатель громадской организации «Родинный захист» и представителей Киевской городской администрации. Мы хотели бы вам вкратце рассказать, какая на сегодня у нас существует проблема и хотели бы совместно найти решение выхода из этой проблемы. Я предоставляю слово Алексею Шевченко. Дякую. Доброго дня. Первое, что хотелось бы поставить наголос на то, что это социальное житло. Квартиры купили переважно пенсионеры, молодые семьи с детьми, науковцы, работники медической сферы, вчители. То есть это самая незахищенная часть населения. Но эта часть населения является, по сути, здоровым фундаментом нормальной нации. Поэтому, в первую очередь, наша организация была создана заради того, чтобы бороться за права этих людей. У нас первая претензия до государства полягает в том, что уже прошло 8 лет после «Элита Центр» и жодного нормального закона, который бы захистил инвесторов, так как мы, не было создана. Люди зараз в повышенном состоянии и змушены просто, скажем так, бороться своими проблемами сам на сам. И только сейчас начинается какой-то нормальный, более-менее, диалог с Держапаратом. Наша организация уже знайшла, скажем так, побратимов в виде кількох организаций. Это люди, которые занимают активную позицию в установлении правовой державности у нас. Это Громадская организация «Громадский рух спортсменов Украины». Это Громадская организация «Стоп коррупции». Это кілька адвокатских объединений. И я наголошую на том, что диалог ведется и надалі, чтобы объединять людей, чтобы бороться разом с этими проблемами, которые возникли у звичайных людей. Что было сделано нашу организацию за рік своего исновения? Было надислано много запитов до Держапарата, до забудовника, до депутатов. Деякие депутаты нам поспоряли в решении деяких вопросов. На жаль, все одно проблема одразу не решилась. Мы створили свой информационный портал, где есть форум, где есть онлайн-консультация с юристом. Сейчас разработаются еще деякие механизмы, которые больше организуют и сплодят людей. Наши члены организации есть основниками житлово-будовного кооператива «Нашбуд РЗФ», про который наступный доповедач расскажет более детально. И мы будем бороться надалее. Мы уже провели пару мирных акций и на этом остановиться не собираемся. Мы будем собирать людей разом, мы будем выходить, мы будем очень голосно заявлять про свои права. Потому что, на жаль, держава никакой гарантии, никакой безопасности нам сейчас не дает. И, кроме того, что у нас есть очень много вопросов до забудовника, про которого, опять же, наступный доповедач расскажет, у нас есть очень много вопросов до государства, почему так сталося, почему люди остановились в такой ситуации, почему семьи с детьми должны жить по несколько дней без опаления, без электроэнергии, почему люди, которые уже мали вселиться несколько лет, дальше ждут и смотрятся на пустые коробки, почему, скажите, пожалуйста, на КМДА, на мапе наши объекты, назначены червенным маркером, но за этот год ни из отделов продажей не был остановлен. Почему Васильевского посадили только месяц назад? Почему его выпустили за 14 миллионов, скажите, пожалуйста, за чьи деньги его выпустили? Почему Береза борется за справедливость? Он Васильевского поспорил, чтобы его посадили, а он поднял вопрос, как быть с людьми, как им бороться. Значит, я закликаю всех людей, которые были оманены, чтобы они выходили с нами на контакт, мы будем вместе бороться. Я хочу остановиться на той проблеме, которая у нас сегодня существует по нашим жилищным комплексам. Начиная с лета мы нашли общий язык с застройщиком и были достигнуты определенные договоренности по передаче в управление инвесторам жилищных комплексов. Но произошли определенные события, которые свели на нет наши все усилия и вообще остановили стройку. Что сегодня происходит на стройке? И все, что сейчас я Вам буду рассказывать, это абсолютно достоверная информация, которую Вы можете самостоятельно проверить, зайти в единый государственный реестр судебных дел, регистрации юридических лиц и досудебных расследований. 7 сентября 2016 года инвесторам жилищных комплексов стало известно, что на компании Everest Boot Engineering поменяли собственника и поменяли директора этой компании. Почему нас беспокоит судьба именно этой компании? Потому что эта компания является заказчиком строительства, и с этой компанией у нас подписаны договора купли-продажи имущественных прав, и на эту компанию осуществляются платежи по рассрочке. Значит, о том, что произошла замена собственника и директора для предыдущего директора и для одного из собственников, это стало полной неожиданностью. Значит, новым директором компании стал Галенков Сергей Борисович, который за один день успел изготовить печать компании и внести изменения в карточку образца и подписи по управлению счетом компании и управлять счетом. В этот же день, 7 сентября, на стройплощадку была вызвана полиция. Один из учредителей компании написал заявление, что он не передавал и не продавал свои корпоративные права ни Галенкову, ни каким-то другим лицам. Соответственно, на следующий день, 8 сентября, значит, Днепровским управлением полиции это заявление было внесено в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 358 Уголовного кодекса Украины. Педробление документе в початок штампе в Табланке. С состоянием на сегодня следствием установлено, что подпись одного из собственников на договоре купли-продажи поддельная. То есть документы, которые были внесены в Единый государственный реестр по изменению учредителей, были предоставлены поддельными. С целью, чтобы избежать вывода денег с расчетного счета, 22 сентября Днепровский районный суд наложил арест на расчетный счет компании. Соответственно, люди сейчас не могут вносить платежи, и компания не может распоряжаться этим счетом. 18 октября 2016 года опять мы увидели, что в реестре уже написана фамилия совсем другого директора, о котором мы не знаем и не понимаем, кто это. И получается, что с 7 сентября 2016 года наша стройка, как мы ее между собой называем, это свадьба в Малиновке. То есть периодически строительную площадку захватывают так называемые тетушки. Сначала одни, потом другие. И так происходит уже на протяжении больше месяца с драками, со стрельбой, с вызовом полиции, ну и со всеми вытекающими обстоятельствами. Люди в недоумении, люди не понимают, что происходит. Значит, в течение месяца нами был создан жилищно-строительный кооператив, и у нас есть намерение взять стройку под свое управление, под управление жилищно-строительного кооператива. Люди поддерживают этот кооператив. И у нас в первую очередь просьба к киевской администрации, чтобы помогли этому кооперативу получить землю в пользование, чтобы помогли получить разрешительные документы именно на этот кооператив. Ну и как бы не мешали нам заниматься своими квартирами, своим строительством. У меня все. Я передаю слово еще одному инвестору. Это Руслан Епанча. Он меня дополнит. Я, по сути, да, дополню. По вопросу передачи строительства на ЖСК Нашбуд РЗФ, который был создан инвесторами, в прошлой фактической неделе мы вели переговоры с застройщиком, который ранее был до Галенкова, Войцеховским Виктором. Мы вели переговоры о передаче всей документации, о передаче всей информации по строительству. И, по сути, наше намерение достраивать наши дома уже так уж сложилось, что нам приходится достраивать самим. Но мы на это согласны. Но дабы нам только не мешали всякими рейдерскими захватами и получении земли. На сегодняшний день уже пошел процесс передачи документов. Мы уже, ну, я планирую, что на следующей неделе мы полностью получим проектную документацию. И мы тогда придем уже к городским чиновникам нашим, властям с просьбой помочь далее в оформлении земли. На сегодняшний день в связи с вот этими рейдерскими захватами у нас возникают еще так всякие ЖСК, которые тоже заявляются на землю, но они не являются представителями инвесторов. Вот. Сегодня по информации с наших земресурсов, там есть заявление уже от ЖСК на наш участок земли, вот, которое я прошу всячески блокировать. Но оно не является, оно является исключительно представителями рейдеров, которые на сегодняшний день там выгнали рабочих, по сути. Вот. Посему, посему. По поводу ЖСК наш БУД РЗФ расскажет еще Николай Николаевич. Спасибо. Значит, ситуация, которая сложилась на нашей стройке в конце лета этого года, она предположила какие-то наши действия. Было не одно заседание рабочей группы нашей, в котором было принято решение после соответствующей консультации с юристами, юридическими компаниями, общественностью, нашими инвесторами. Мы приняли решение одно. Я думаю, что это самое верное. Потому что был один путь – это ничего не делать и ждать развития событий. Развитие событий могло сложиться так, что мы будем ждать и 5, и 10 лет, и никто ничего строить не будет и ничем нам не поможет. Поэтому было принято единственное правильное, как я считаю, решение – это создание кооператива, который называется ЖСК «НашБУД РЗФ». Кооператив создан нашими инвесторами полностью в соответствии с законом о кооперации. И полностью его деятельность будет направлена на то, чтобы в первую очередь, где-то единственная и главная цель – это достроить наш жилищный комплекс, или единый, можно сказать, жилищный комплекс, потому что это пятно застройки, как его называют, 5,4 гектара, является общим. Общие коммуникации, общие системы какие-то инженерные, которые уже есть, и которые функционируют, может, и на полную мощность, не соответствуют они проектам, как выясняется, но тем не менее это факт. Инвесторы, которые сейчас вступили и которые вступят сейчас, потому что желающие все люди вступать, должны понимать, что мы на себя берем огромную ответственность, все, начиная от любого инвестора, кончая правлением, председателем и так далее. И наши общественные организации, которые нам помогают. Мы все на себя это ответственно сваливаем, потому что никто нам не поможет его достроить. У нас единственная помощь, которую мы можем получить от киевских городских властей, это выделение земли, выделение, то есть помощь с разрешительной документацией, строительной. Но сейчас, на сегодняшний день, мы в контакте находимся. Это и заместители городского головы Кличка Спасибко и Пантелеев, которые оказывают какую-то помощь. Но мы очень хотели, чтобы эта помощь была более действенной. И чтобы эта помощь была направлена на то, чтобы наш кооператив, который сейчас, в настоящее время, ведет работу, чтобы организовать все эти жилищные комплексы, все наши стройки, начиная от стародарницкого, новой хвили, флагман и родинный затышок, единое целое. Если мы не будем организованы в единое целое, у нас будут во всех проблемы постоянно возникать, потому что все рассчитано было само строительство комплекса, как единая стройка. На сегодняшний день даже нет у нас фактически по вводу в эксплуатацию отдельных объектов. Оно должно было вводиться единым комплексом. Значит, это предстоит еще как разбивка на отдельные пусковые комплексы. На сегодняшний день то, что мы делаем, это подключение к электричеству, к энергосетям, заключены договора с Киевэнерго на поставку. Сейчас у нас есть подъезды или секции, так скажем, которые вообще не отапливаются. Не подается вода, не подается электричество, а люди там проживают. Проживают там и молодые семьи, и пенсионеры. Люди, которые приехали из зоны АТО, которые вынуждены были переселиться и купить квартиры. И, как было сказано, у нас квартиры покупали люди, которые не очень высокого достатка. И мы очень надеемся на то, что Киевская городская администрация будет сотрудничать с нами, будет нам помогать в этом, чтобы мы достроили наш жилой комплекс полностью. Я называю это полностью живым комплексом, потому что, как говорил, это все единый комплекс, который единые коммуникации, единая площадка. Когда выделялась земля, она выделялась одним кадастровым номером. Значит, сейчас мы ведем эту работу, чтобы ускорить пропередачу документации. И я думаю, что, как было сказано уже Руслану Васильевичу, о том, что мы сейчас получаем уже какую-то документацию, и на следующей неделе надеемся ее всю полностью получить. После этого будет идти процесс оформления земли и всей остальной разрешительной документации. Единственное, что нам сейчас, кроме помощи от Киевской городской администрации, нужно еще то, чтобы нас и правоохранительная система наша защищала. Потому что мы сейчас беззащитные практически, как перед законом, как инвесторы, так и сама строительная площадка, которая находится в руках рейдеров, уже начиная, это был первый захват в этом году, 4 мая, потом, по-моему, 8 августа, потом 7 сентября. Уже третий захват в этом году, самый длительный, покуда. И мы очень просим, чтобы на нас обращала внимание не только Киевская городская администрация, а и правоохранительные органы. Но правоохранительные органы очень вяло реагируют. В крайнем случае получаем отписки от Генеральной прокуратуры, Министра внутренних дел, о том, что стройка незаконная. Мы это сами уже знаем. А мы хотим реальную помощь. Сейчас, когда рейдеры захватили очередной раз, по информации было вывезено два грузовика, инструментов, оборудования. Кто их вывозил, куда их вывезли, никто не знает. А это наши деньги, деньги наших инвесторов, которые собирали по копейкам, потому что я же говорю еще раз, что у нас нет бизнесменов, у нас нет депутатов. У нас все простые люди, которые за свои рабочие копейки сумели сколотить, как говорится, какую-то небольшую сумму, чтобы купить эти квартиры. И многие еще выплачивают рассрочки, так как уплатить эту сумму, это было просто невозможно. Даже такие небольшие суммы. Поэтому вот такая ситуация сложилась у нас. И я прошу и городские власти еще больше нам помогать, потому что мы без помощи города сейчас не способны, как говорится, не в состоянии просто восстановить эту стройку и запустить. Она в настоящее время полностью заблокирована и стоит. Но мы хотим продолжить работу. Я передаю слово далее Константину Калашникову, представителю громадской организации «Спортсмены Украины». Ну, на самом деле, это большая беда в том, что сегодня порядка трех тысяч семей попали в такую плачевную ситуацию. И эта беда может иметь большие негативные последствия. Во-первых, люди считают себя обманутыми и винят, прежде всего, конечно, власть. Понятно, что была старая власть. Сейчас, после событий на Майдане, пришли новые люди. И люди хотят верить. Но веры этой с каждым днем становятся все меньше. В чем же, на самом деле, основные проблемы? Я просто выскажу позицию, может быть, повторюсь, но все же. Всем известно, что в результате переговоров с КМДА после митинга на Крещатике были достигнуты договоренности с инициативной группой и выработан пошаговый план из выхода ситуации. Нужно отметить, что КМДА пошло навстречу людям и были достигнуты определенные договоренности. Было решено, как уже было сказано, создать жилищно-строительный кооператив, в который войдут все инвестора застройки и который возьмет на себя права достраивания этого объекта. Дело дальше не пошло. Почему? Потому что на стройке действует новый застройщик. Мы его называем рейдером. Галенков и так называемая компания, которая рейдерским путем захватила компанию старого застройщика Войцековского. И этот рейдер, не посчитавшись с людьми, запускает сегодня свои черные схемы. А именно, определяет новые условия по оплатам квартиры и пытается это внедрить в жизнь. Объявляет о том, что те, кто оплатил квартиры в полном объеме, то те, возможно, получат эти квартиры по ценам старого застройщика. А для тех, кто платил в рассрочку, цены будут изменены на увеличение. Те инвесторы, которые внесли деньги не через банк, а через кассу, объявили о том, что вообще, возможно, не получат своих квартир. Кроме того, как уже было сказано, создает свой кооператив с человеком, который возглавляет его, мягко скажем, непонятное прошлое. И уже сегодня есть факты, что деньги туда приходят и уходят в неизвестном направлении. Как видим, деятельность такого нового застройщика налицо. И мы понимаем, что и Галенков, и компания самостоятельно не могут действовать. И у нас есть информация о том, что они действуют при поддержке некоторых нерадивых чиновников. При том, что официально КМДА идет навстречу людям. Но есть некоторые, которые все-таки пытаются нажиться на горе людей, на проблемах людей, заработать свои барыши. Теперь о Войцеховском. Он в присутствии 17 человек инициативной группы пообещал, что передаст права на застройку жилищно-строительному кооперативу. Мы очень сильно надеемся на это и верим, что он все-таки выполнит свои договоренности. Хотя у меня не такие радужные планы. Не планы, а мнения по поводу этих передач. И мы ситуацию в любом случае не отпустим. Мы переговорили с рядом депутатов, которые готовы сегодня полностью включиться в процесс, но ждут, скажем, наши отмашки, потому что все-таки мы ждем от него этой передачи. Мы не отпустим ситуацию и сделаем все для того, чтобы люди не остались одураченными. Ну и последнее. Я официально обращаюсь к мэру Киева Виталию Владимировичу Кличко. Не только как главе КМДА, но и как коллеги по спорту. С просьбой взять под личный контроль эту проблему города нашего. Так как только с его непосредственной поддержкой можно выйти из этой крайне сложной ситуации. Ситуация действительно крайне сложная. Поэтому наша просьба включиться непосредственно мэру в эту проблему. Спасибо. Доброго дня. Я хочу сказать с приводу довери. По-перше, в данном случае, эта ситуация, которая сталася с гражданами и инвесторами, показывает на то, что абсолютно подервано таки понятя, как довера до государства, довера до законодательства, довера до забудовников. В данном случае, если это не прекратить, это будет расширяться по всей Украине, не только по столице. Хочу сказать, что за анализу правовой документации, вбачается, что, на жаль, судовая система, в данном случае, будет без силы помочь этим инвесторам, оскільки забудова здействовалася абсолютно незаконно. Проте люди, громадяни довіряли забудовнику, довіряли, що це абсолютно правильно, що є технічна документація, що оформлення земля, що вчасно буде зведений будинок, що вчасно буде прийнято до експлуатації ці житлові комплекси. Але, на жаль, з 2011 року, з дати укладення договорів купівлі-продажу майнових прав ніякого руху в цьому напрямку немає. Після зміни влади забудова взагалі зупинилася. Зупинилася, оскільки дійсно документація не в порядку і здійснюється забудова незаконна. Про це пишуть і правоохоронні органи, і відповідають багато органів місцевого самоврядування. Але, по-перше, я хочу нагадати нашій державі про те, що український народ є власником природних ресурсів, власником землі, власником надр, власником атмосферного повітря. А управляти цим всім народ уповноважив саме органи місцевого самоврядування. Тому в мене навіть не прохання, а вимога до держави в особі органів місцевого самоврядування не боятися взяти на себе відповідальність. Відповідальність за те, що необхідно все-таки цю незаконну забудову привести у правове русло. Довести це до кінця. І оскільки в даному випадку взяли на себе таку роль довести до кінця цю забудову самі інвестори, я вважаю, що це навіть великий подвиг, оскільки вони знають, що фінансове невантаження буде дуже велике, що час буде багато для того, щоб довести все до кінця. Але в даному випадку без участі Київської міської державної адміністрації, на жаль, довести до кінця цю забудову буде неможливо. Тому в мене, по-перше, я хочу подякувати КМДА за те, що вони втрутилися в дану ситуацію, за те, що пішли на зустріч, за те, що почули людей, за те, що зробили хоча б перший крок для того, щоб зробити якийсь правовий аналіз документів, для того, щоб створити комісію з метою перевірки даної забудови. Але все ж таки, я хочу наголосити на тому, що необхідно не притягти до відповідальності винних. Це є кому робити. Для цього існують правоохоронні органи, які розберуться, я думаю, в цій ситуації. А все-таки допомогти людям оформити земельну ділянку під забудову, а також допомогти закінчити будівництво, введенням в експлуатацію будинків та отриманням у власність даних квартир. І також я хочу через засоби масової інформації звернутися до Міністерства внутрішніх справ, втрутитися в дану ситуацію з метою перевірки діяльності деяких осіб щодо захвату територій, щодо рейдерського захвату організацій, які будували і будують дані об'єкти. Для того, щоб не було перешкод у подальшому будівництві цих об'єктів. Тому я прошу і звертаюся з відповідною заявою для того, щоб зіснили відповідні заходи реагування для дотримання і захисту прав громадян-інвесторів і втручанню сторонніх осіб у забудову даних житлових комплексів. Я думаю, що якщо гуртом разом, то ці будинки будуть вчасно забудовані і інвестори-громадяни отримають свої квартири у власність. Але ж ми позиціонуємо як себе, як правову державу, яка намагається йти до Європи. Але хочу нагадати, що все-таки в Європі держава не боїться брати відповідальність за себе. В даних випадках ошукані вкладники, ошукані інвестори, вони не страждають від цього. Держава компенсує всі збитки. В даному випадку ініціативна група не просить відшкодувати збитки, які вони понесли. Вони просять допомогти добудувати та отримати у власність своє законне житло, яке вони купують. Тому я хочу все-таки тут присутні представники Київської міської державної адміністрації. І хотілося почути їх думку, позицію з цього приводу. І що все-таки було зроблено після звернення громадських організацій до них з даного приводу. Будь ласка, представник Київської міської адміністрації за приглашення, за цей стол. І в першу чергу сказати, що цією проблемою ми дуже сильно прониклися. І прониклися з момента того, як Віталій Владимирович прийшов в город. І одні з найголовніші головні задач поставили вияснити проблематику і ситуацію в цілому по незаконному строительству, яке ведеться в мірі Київі. Тому по порученню Віталі Владимировича, т.е. Александру Валерьевичу Спасибко, було создане, верні, вийшло розпорядження по созданню комісії, яку возглавляє замгородського голови Спасибко, Александру Валерьевичу, в якій создані 4 підгруппи, які розсматрюють дані випроси. Перша із комісії – це незаконне строительство частне, т.е. любої формы собственности. Перша комісія – це недобудови, які на сьогоднішній день є по городу Києву. Соціальний об'єкт – це школи, садики, больниці – це теж одна із проблем. І вторі дві групи – це комісії по інвесторам еліта-центр, яка ви знаєте, теж саме, 10-12 років тому вона була і, можливо, як варіант, той же господин Войцеховський взяв це себе на вооруження, і з учетом неусовершенствованого законодавства, яке на сьогоднішній день є, висподівався їй, і ми маємо цю пробліну, яка сьогодні є. Данна комісія почала роботати з марта 2015 року, провела колосальну роботу, провела дуже багато встреч, але дуже активно почала роботати з початку цього року. З початку цього року були виявлені всі незаконні стрійки, які у нас є на сайті КМДА. Але якщо там був просто мониторинг, то департамент строительства на сьогоднішній день на себе взяв, скажімо так, таку відповідальність, повністю промониторитися стрійки, в першу чергу, війцеховського тех інвесторів, які на сьогоднішній день дуже активно занимають гражданську позицію. Тим більше, проблема, ви видите, і економіка, і у нас і АТО йде, і действительно, проблема дуже серйозна. І був проведен дуже тщательний аналіз, чому це відбувалося, що необхідно зробити, для того, щоб остановити, в першу чергу, як ви говорите, продажи, що необхідно зробити, для того, щоб індіфіцірувати всіх інвесторів, які дійсно платили гроші, а не ті, на основі которых здається лжікооперативи, лжі ОСМД, чи ще щось. І данна проблема була дуже зрозуміна дуже добре, і розробував некий алгоритм, в цілому, для того, щоб розуміти, з чого починати, т.е. поетапний шаг, щоб представити невеличку схему інвесторам, що необхідно зробити. В першу чергу, я хочу сказати одно. До тих пор, поки ви, інвестора, т.е. не важливо, в какой стрійки, в Айцеховскі, в какой-то другій незаконній стрійки, поки не об'єднитесь і не возьмете в свої руки те нормативні документи, на основі которых ви платили, сказати, що це наша стрійка, тому що ми розуміємо, це інвестиційний був проєкт. Ви в Айцеховскому, образно говорю, доручили, щоб він зробив, він є застрійцем, але це ваше деньги, це ваше матеріалу, це ваше об'єкт, але ви юридично повинні це все за собою закріпити. Тому по цій схемі предварительно основним шагом є все-таки создання якого-то юридического лиця, який ви вберете, і в першу чергу, щоб те застрійники, які сьогодні строяться, виділи, що у них є юридическим лицом, перед яким вони будуть відповідати, і який на сьогоднішній день за себе може постояти, в соответствість з усіма законами України, які є. В свою чергу хочу сказати, що городська власть розуміє, так і подчеркує, цю пробліму, подійшла до того, щоб не просто ходили сюди в Каїмда, тут дуже большой міст, є 10 районів, в кожному районі є райдері адміністрація. Задаємо себе питання, чому строїлося, чому не останавливалося вовремя, тому що хтось не увидів, хтось не досмотрів, с кем-то хтось договорився, понимаєте? Наша задача була в першу чергу поставити цей вопрос по любой стрійці, яка ведеться в районі города Києва, поставити на контроль і на момент зарождення незаконного строительства, то есть остановити її, не допустити, щоб определенне количество інвесторів могли попасться, скажімо так, на уловки шахраїв, так називаємо. Друга задача стояла, щоб ідентифіціювати все стрійки по району і остановити незаконні стрійки після того, як ми зробили аналіз. Якщо ви бачите, практично з начала року, при активному дійсні з правоохранительними органами, де-то, може бути, на какой-то стрійці які-то йдуть небольші движення, але стрійки практично приостановлені, неостановлені, приостановлені, де-то остановили до выяснення ситуації. На основі цього були зроблені і обновлені робочі групи при райдержадміністрації. Головою робочої групи є заміститель председателі районної державної адміністрації, т.е. відповідне лиця. І в цю комісію входять всі непосередні контрольні органі, ГАСК, архітектуру, т.е. інспектора по районам, які закріплені, які непосередні відповідно відповідно відповідати за свою роботу непосередні в своїй районі. Також ми об'язали в райдержадміністрації, щоб вони в комісію к себе включили об'язково милицію, об'язково СБУ, об'язково громадські організації, які офіціально зареєстровані в цьому районі. Для чого? Для того, щоб уйти від «активістів», які на сьогоднішній день теж провоцірують на те ж рейдерські захваты, теж приходять на стрійку, хоча не з інших районів житті. Можливо, вони живуть в місті, але вони приходять, тому що це проплачені люди. Тож ми теж розуміємо цю ситуацію, щоб об'язково громадські організації входили в цю комісію. Також попросили, щоб туди входили депутати Київського Городського совєта, які непосередньо баллотувалися на цих мікрорайонах, на цих участках, які будуть проникнутися цією проблемою і вместе з выборцами, які выбрали їх, цю проблему поднимати, контролювати і допомагати, то, о чому ви говорите, в выделенні земельного участка. Щоб вони владіли 100% ситуацією і на земельних комісіях чи на інших комісіях, коли розмачується ваш вопрос, говорили, що це наші выборці, да, земельний участок, скажімо так, на сьогоднішній день, був виделений неправильно, але є виход такий-то, такий-то, для того, щоб цей вопрос закрывати. Основним документом по выходу этой рабочей групи є протокол, це є офіційний документ. Все рабочі групи проходять буквально раз в неделю, раз в місяць, в кожному районі, після того, як ми видим, що в якому-то районі є проблема по какой-то стрійці, в тому числі основной уклон, зробити все-таки на строительство Вайцеховського. І буквально дуже активна работа пошла по районам, і с іюня місяця по всім районам города Києва було проведено 28 засідань. На сьогоднішній день було виявлено практически 184 объекта, в тому числі около 40 объектів Вайцеховська. Тобто індифіціровані, взялись все документи по всім проблемам по земле, тому що без землі, ви знаєте, що строїться нельзя. По юридичним лицам, які оформляли ці документи, по гаску, по архітектурі, по нарушенню благоустрія, від милиції взяли всю інформацію. Тому проведена колосальна робота. Спасибо вам, конечно, за те, що ви действительно видите, нам способствуете тому, тому що без вас, які б не хотіли ми зробити потуги для того, щоб остановити нерадивого застройщика, без вас, без жителів, без інвесторів ми действительно не зможем владеть оперативною, объективною для того, щоб приняти якісь об'єктивні решіння для того, щоб з'явити какой-то ввод. Проблема действительно є, проблема существує. С нашої сторони ми готові к диалогу, двері завжди відкриті, і поэтому ми все делаємо можливі мери для того, щоб вам помочь конкретно в ситуації. Я перехожу, це в целом була сказана ситуація по городу, тепер непосредственно по вашій ситуації. Тобто були проведені рабочі групи, як ми говорили, до того, як ви виходили на пікет в КМД. Було у нас об'єє совєчання вместе с двома заступниками міського голови, Пантелеєвом і Спасибко. Действительно правильно була наработана на якась робоча карта, і по цей карте ми йдемо. Але ви поймете правильно, що подача документів на земельну комісію має була піднятися якийсь пакет документів, на основі якого ми маємо внести решення на сесію. Тобто просьба максимально вместе с нами, ми готові, ми відкриті до діалогу, підготовити полний об'єктивний пакет документів і вместе з депутатами все-таки присутніть на депутатській комісії по розсотню земельних вопросів. І ми готові до того, щоб в полі законодательства тобто допомогти вам, в першу чергу, щоб земельний участок був ваш, після цього розсотнювати дальше питання по переходу права собственності, так називаємо недобудови. І следуючі розсотнювати технічні услові для підключення данного жилого комплексу одного дому і секції. Це віддельний вопрос. Под коммуникацією, щоб дійсно, після проведення такої об'ємної роботи, люди все-таки понимали, що вони зашли в жилой дом, який має полний пакет документів правовостаналюючих, вони мають право на цю квартиру, не на майнові права, бо це все виртуально, а на квадратні метри під конкретним номером квартири, щоб в квартирі було тепло, светло і була вода. Тобто, якщо є якісь питання, ми готові відповідати допомогу, якщо якісь питання ми не освітили. Якщо можна такий питання, коли в ближайші часу буде засідання рабочої групи, щоб були приглашені ми? Друге засідання робочої групи в райдері адміністрації буде проходити в следующий четверг. Тобто, в принципі, ви можете прийти. Должні були в этот четверг, с учетом того, що у нас сейчас грипп, у нас в большинство членів комісії, з якими можна було працювати, ми заболіли. Тобто, перенесли на четверг, приглашаємо туда. Будуть присутність всі непосредні лиця, які вам необхідні. І просьба все-таки, ми з вас вже дуже дуже добре знаємо, тому просьба скоммуніціруватися і підказати, якщо ви видите, хтось вам дополнительно нужен для рішення якого-то точечного вопроса, але цей чоловік не присутніє, тому що багато люди присутніє за згодою. Щоб не збирати 25 чоловік, а ви скажете, що необхідно зробити упор на одних, вторих, третьих, четвертих вопросах, ви просто нам скажете, ми посмотрим, хто необхідний нам, який представитель от органів місцевого управління или какой-то енергоснабжаючої організації, для того, щоб решити ваш вопрос. Тому що група работает, именно рабочая група в райдерже администрації по двом направліням. Перше направлення – це все-таки ідентифікація всіх незаконних строяк, виявлення проблематики, смотреть, какое юридическое сопровождення необхідно і какая-то допомога нужна інвесторам, що необхідно зробити вам для того, щоб ви могли законно предоставити документи для получення землі, для получення прав на права на собственность. І второй блок роботи – це все-таки видача тех условий на основі тех документів, які я кажу, в першому блокі, для подключення домів не по временній схемі, а по постійній схемі, для того, щоб дом действительно був полноценним жилим домом. відповідно у нас сейчас ситуація відповідно з необхідними людьми, які можуть поможуть решити цю проблему. Тим більше, що стрійка сама об'єкт полностью захвачена рейдерами, тоді не можуть ні застройщик зайти, ні ми не можемо зайти. І люди, які там проживають, вони зараз в тяжеліших на сьогоднішній день. Тем більше, в такій протяговій наружій температурі. Смотрите, якщо ви помните, після нашого совіщання, де присували Александр Валючий і Петр Олександрович, т.е. Олександру Валючу було озвучено два вопроса, самых основних і Петру Олександровичу. О том, що, в першу чергу, ми в першу чергу рішить кратковременно вопрос по тем домам, де заселено, і у нас є хоча б минимальна можливість цей дом подключити чи подати по любой, по временній схемі, по какой-то ще. Т.е. ми рассматрюємо можливість це зробити. І 2-е, більше, долгий путь по рішення цього вопроса – це після того, як ви получите документи на землю, правоостаналюючі документи на об'єкт, і після цього можна буде розсматрювати запрос по видаче техуслій для подключення данного дому по постоянной схемі. Ми прекрасно розуміємо, що господин Вальцеховський сьогодні брав техуслові на подключення строительной площадки, де не предусмотрено мощності, де не предусмотрено количества об'єма, т.е. води, для того, щоб дом существував. Т.е. сьогодні практично всі доми питаються по схемі, і саме головне, ви зараз не озвучили, я озвучиваю, проплачують тарифи як по строительним площадкам. Це теж немаловажний вопрос, ми теж о нем знаємо, теж владеємо ситуацією, але на сьогоднішній день ситуація такова, що любой госслужащий, який може підписати якимось нормативний документ, який має право підписати при наличі каких-то правоостаналюючих документів. Тому у нас є два варианта. Перший – це максимально по можливості підключити по кратковременній схемі. І вторий – помочи вам вийти в полне нормативне законне поле і помочи все-таки вам з землєю і підключенням всіх, скажімо так, коммуникацій по постійній схемі. Хочеться б просто добавити, що Александр Валерійович теж в курсі всей цієї проблеми, і він тоді говорив, що ситуація у нас нестандартна, або іноді треба приймати рішення нестандартна. Це я к тому, що не завжди вийти так, як прописано. Я правильно сказав, я в двох словах об цьому більше скажу, що дійсно практично всі 42 об'єкти вони нестандартні. Тому ми для себе ще в початку року увиділи, що нельзя к себе підтягнути всі 42 об'єкти і підходити по шаблону. Тому ми пошли навстрічу к людям. Дійсно вивіли це на уровень райдержадминистрації і изучаємо проблему дійсно нестандартну непосередньо з кожним інвестором, я вважаю, з каждой стройкою. І після того, як я перед цим говорив, буде протокол, де будуть найдені більш-менш оптимальні пути решення данного вопроса по закону или какой-то нормативний акт местного значення, то есть, какое-то решение сессии городского совета. Но, коли изучат специалисты і действительно на комісію предоставиться какой-то документ, какой-то протокол, і перед цим я тоже повторюсь, я хотів би, щоб все-таки депутати, які там в районі, вони були участниками процесу і помогали вам подводити этот вопрос до логічного конца. А когда сессия городского совета, то есть, то количество депутатов, которые присутствуют, увидят, что райдержадминистрация проверила законность, посмотрели все юридические отделы, депутаты городского совета, которые там непосредственно участвуют в этом, принимают активную работу вместе с инвесторами, то есть правоохранительные органы выполнили свою работу, соответственно, тогда и будет доверие к тому, что это решение правильное, законное и наберет максимальное количество голосу для принятия, как вы говорите, того нестандартного решения, для того, чтобы этот вопрос действительно был закрыт и вы получили право на свои мгнови права. Ну, мы надеемся, что Киевская городская администрация, так же районы администрации пойдут нам навстречу в полном объеме, потому что ситуация очень сложная. Я же подчеркнул сейчас, что у нас 60-80 квартир вообще проживают без ничего практически, люди живут там и в этих условиях. Это первое. И мы будем сотрудничать и доведем это до логического завершения. Второе. Мы очень хотим, чтобы наши депутаты, конечно, даже и наши городские депутаты инициировали, во-первых, в законодательном поле принятие законов, которые бы защищали будущих инвесторов. У нас уже защитить очень тяжело, я понимаю, но и будущих инвесторов. У нас получается, что мы продаем квартиры, застройщик продает квартиры, которых нет, он продает практически воздух. Наши депутаты никак не могут принять, и я помню, что уже лет 7 назад, наверное, были разговоры после элита центра. Как-то вносилось изменение в законодательство. Да. Чтобы вносилось изменение в законодательство, о том, что, во-первых, был реестр инвесторов, то есть квартиры, которые должны продаваться. То есть под контролем, хотя бы, городской власти, районной власти. Вот. Это законодательно должно быть закреплено. А не так, как сейчас. Кому захотелось, кто вздумал, объявил, что я продаю квартиры, люди понесли деньги, а у него, оказывается, даже и фундамента нет, потом в следующем итоге. И я в двух словах отвечу, о том, что на сегодняшний день, действительно, опять-таки, я скажу, проникнувшись в данную ситуацию, городским головой была поставлена задача, чтобы мы занимались не просто вырешением этих пытаний, какие на сегодняшний день получились, а еще и рассмотрением, действительно, вопросов, как можно защитить инвесторов от такой ситуации. То есть после того, как мы ее изучили. Поэтому в департаменте строительства на сегодняшний день подготовлены письма, отправлены на Минрегион БУД, для того, чтобы они внесли изменения в соответствии с тем, что вы на сегодняшний день сказали, по защите прав инвесторов, чтобы под создание данного реестра. Если будет данный реестр в Украине, это же уровень не депутатов Киевского городского совета, это уровень на сегодняшний день депутатов Верховного совета. Но мы прекрасно понимаем, как очень долго, плохо и тяжело проходят какие-то там новшества, какие-то законы. Поэтому наша задача на сегодняшний день стучать. И если будем стучать раз, второй, третий, я думаю, нам наконец-то откроют. И при поддержке депутатов Киевского городского совета, нас как профильного департамента, все-таки мы достучимся. И хотя бы какие-то те изменения, которые будут защищать инвесторов и правила забудовы города Киева. Вот эти вот проблемы у нас, вы видите, не только по Вайцеховскому, а по брошенным объектам, которые на сегодняшний день есть, которые представляют угрозу жителям города Киева. То есть эти все вопросы в комплексе изучаются и действительно на сегодняшний день поставлена задача в перспективный план розвитку места Киева. То есть до 2005 года вносятся все пропозиции, которые вы на сегодняшний день прописаны. И они будут выложены потом в программу социально-экономичного розвитку места. И наш департамент, как курирующий строительство, будет иметь какие-то повноважения для того, чтобы осуществлять, может быть, в какой-то степени мониторить и, может быть, рассматривать вопрос, что делать с этим все-таки незаконченным строительством, чтобы у нас действительно безопасность, та, которая на сегодняшний день декларируют везде, она была не просто на бумаге, а еще и у нас на земле. Спасибо. Если у нас вопросов больше нет, мы очень благодарны за то, что Киевская администрация отвлеклась на нашу пресс-конференцию, прислала своих представителей, также общественным организациям, которые нас поддерживают. Мы надеемся на полное взаимопонимание и сотрудничество. Надеемся, что мы все-таки достроим наши объекты полностью. Ну, конечно, при поддержке. Мы очень хотим, чтобы нам помогали, потому что мы не бросили, как те днепровские вэжи стоят, как на Долбуновской 13 стоит объект, который никому не нужен, передается годам от одного застройщика до другого. Мы хотим достроить. Тем более, что у нас люди, еще раз хочу подчеркнуть, это пенсионеры и дети, маленькие дети, молодые семьи, переселенцы, которые очень нуждаются в жилье, и которые сейчас, я говорю, что в 20-м доме 3-й секции проживают, вообще без условий, потому что им просто негде проживать. Поэтому спасибо вам. Надеемся на ближайшие встречи. Надеемся, что наше сотрудничество будет плодотворить. Я, в свою очередь, хочу еще раз поблагодарить за то, что вы нас пригласили, за то, что вы нас слышите. Нас нужно критиковать, но мы видим, что критика есть, у нее есть здоровый глуст, поэтому мы критику слышим, и, опять-таки, городская голова, видя эту проблему, на сегодняшний день очень жестко постоял вопрос. Не просто рассказать, почему мы не можем сделать и решить, как эту проблему сказал, найти способ решения данного вопроса и попросить, если необходимо, помощь у депутатов или городского совета, и, соответственно, он будет инициировать вопрос на Верховную Раду для внесения вопросов по изменению в закон. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.